Добрый день, дорогие друзья! В научной библиотеке Тюменского государственного института культуры открылась новая выставка, посвященная Александру Николаевичу Островскому «Классик Отечественного театра». На нашей выставке Александр Николаевич Островский Это известные русские театральные деятели. Это русский драматург, который написал 47 пьес и сделал ряд переводов. Всего 54 пьесы, какие известны, вышли из-под пера Александра Николаевича Островского. Это уроженец города Москвы, Замоскворечья, поэтому его прозвали Колумбом Замоскворечья. Александр Николаевич родился в семье достаточно известного и богатого человека. Это его отец и мать, Любовь Ивановна и Николай Федорович. Николай Федорович хотел, чтобы сын пошел по его стопам и хотел, чтобы сын поступил на юридический факультет. Он поступил в МГУ на юридический факультет, Александр, но через два года он его бросает. Он увлекся литературой, увлекся театральным делом. Он стал заниматься в драматическом кружке, и поэтому все его существо теперь было проникнуто театром. Мы видим Щелыкова. Здесь он улюбил писать. Летом он приезжал в это имение отца, которое потом стало его именем. Здесь очень интересные кадры. И на этих кадрах мы видим, что экскурсанты тоже посещают это Щелыкова и с удовольствием фотографируются на этом фоне. Литература «Ведение» посвятила ему немало страниц. Сам Александр Николаевич, когда он начал заниматься литературой, он очень много читал Гоголя и Белинского. Когда он написал свою первую пьесу в 1949 году «Свои люди сочтемся», он отдал это в «Современник». В «Современнике» он сходится с Тургеневым и Толстым. Его очень ценил Добролюбов. И Добролюбов, конечно, пишет о нем статьи, пишет рецензии на его пьесы. И его одну из интереснейших пьес «Гроза» он называет «Луч света в темном царстве». Александр Николаевич писал до конца. До... умер он в 1986 году. Это был известный литератор, который интересовался не только русским театральным делом. Он прекрасно знал репертуары других европейских театров. Александр Николаевич очень любил Сервантеса. Он переводил Сервантеса. Он переводил Мольера, Шекспира, Гоцы. В работах, в драматических произведениях и Островского, и Сервантеса есть очень много сходного. И быт, и нравы, и то, что они оба делали замечательные, хорошие концовки у своих пьес. У Сервантеса это заканчивалось песней. У Островского просто был хороший конец. Все, что писал, он писал то, что знал. Это были, конечно, и купеческие какие-то истории. Это были истории о молодых женщинах, которые попали в трудную ситуацию и порой с очень большим трудом выходили из этого. Он писал о судьбе молодой русской девушки в том обществе, в котором она была. Первые свои драматические произведения он отдал в Малый театр. И потом стал отдавать все пьесы туда. Но не только Малый театр ставил Островского. Его ставили и другие русские театры. Островский очень часто называл свои пьесы, как пословицы. «Ни в свои сани не садись», «Не всю коту масленица», «В чужом перу похмелье». Островский очень интересно пословицами называл все свое драматическое действие. И в названии любой пьесы виделась сама фабула любой пьесы и любого спектакля. Русский драматический театр – одна из культурных жемчужин истории нашей страны. И Островский занимает здесь свое определенное почетное место. Он создатель репертуарного русского театра. Он писал только для русского театра. И порой ему очень было прискорбно, что не все театры ставят русские пьесы. Он хотел, чтобы русскую жизнь знали русские люди. Вот одна из самых великолепных у него вещей – это «Снегурочка». «Снегурочка» – это опера, написанная римским Курском. На сюжет Островского не только римский Курсков писал, но писал и Петр Ильич Яковский. Это воевода. В русских театрах играли великолепные русские актрисы. Это Яблочкина, это Ермолова. В пьесах Островского играла Комиссаржевская и в наше уже советское время Элина Быстрицкая. Не только пьесы, но и фильмы ставили по драматическим произведениям Островского. Сейчас мы видим, когда без вины виноваты, великолепная пьеса, где блистает Алла Константиновна Тарасова. 94 кинопроизведения игровых и анимационных сделано по пьесам, по сюжетам Александра Николаевича Островского, юбилей которого 200 лет мы будем отмечать на будущий год. Но уже сейчас мы сделаем эту выставку. Мы хотим, чтобы это направление, русский драматический театр и Островский, было интересно зрителям и почитателям. Приходите на выставку.